Всем привет! Я прочитал два тома автобиографии Лавкрафта, который написал некий С.Т. Джош, и он был пущен у нас в Россию. И переведен. Очень тяжело мне дались эти два Талмуда. Короче, в двух словах Лавкрафт, этот крендель, был Ван Гогом в мире литературы. Этот человек является каноничным социофобом с 8 до 22 лет. Затем он был просто затворником. Где-то между 22 и 32. Он общался просто по переписке. И в мире людском он не числился. Всю жизнь он прожил с мамой и тетушками на съемных хатах. Один раз даже жил в какой-то колодовке без окон и вентиляции. Об этом чуть позже расскажу. Затем после 30 с плюсом он попытался выбраться из своей комнаты в мир людской и поехал покорять Нью-Йорк. Ему было 34. У него не было опыта работы, опыта жизни в целом. У него был убогий брак. В котором он состоял с девушкой 40 за 40. И она по своей инициативе начала с ним отношения, развела их до брака, так сказать. Короче, с переездом он провалился и отправился обратно в Провиден с американской захолустья, где и прожил там до конца своих дней. Есть мнение, что Лавкрафт был расистом, антисемитом и ксенатом, при том, что его жена и лучший друг были евреями. Да, он был расистом, но в конце жизни он отказался от своих взглядов и признал неудачником. По факту он и был неудачником, который высирался в любительской прессе, журнад и прочее. По сути, это были виртуальные форумы только 140-летней давностью. У Лавкрафта было много преданных друзей и переписка, которая велась годами, и он тратил на нее все свободное время. По его словам, максимальные диалоговые окна, которые он вел в переписке, насчитывало 97 человек. Это были не просто мелкие сообщения с «Привет, как дела?». Это были громоздкие письмена с обсуждениями политики, культуры, искусства, литературы и других жизненных аспектов научных. Биографы насчитывают более 100 тысяч писем, высланные за всю жизнь, но по стечению обстоятельств сохранилась не более одна десятая из всей части. Очень многое он писал, как упрямлял выше, в любительскую прессу и журналы. Но что это такое? Это просто гики, задроты, которые сидели там и писали статьи и рецензии на любые темы. Так, например, Лавкрафт мог написать рецензию на политическую обстановку на Западе. Это демографическое вырождение белой расы. Иссория литературы ужасов. Ее прочитает там 100 человек с таких же странных кренделей. Лавкрафт не закончил школу. Это реальная тайна, которую биографы не смогут объяснить. Это объяснить смог бы сам Лавкрафт, но по-настоящему так и не сделал этого. Он всегда знал, что он неудачник. К друзьям и коллегам он писал различные утверждения, начиная от того, что у него было мифическое нервное истощение, до того, что настоящее образование ему дала семья и библиотека дедушки. Проще говоря, он уворачивался. Он был вундеркиндом и одновременно избалованным ребенком. Восемь лет он знал всю античную историю Древнего Рима и Греции, спорил с учителями по поводу религии и всегда оставался атеистом. Он уже в 10-летнем возрасте называл христианством семитские сказки. Например, мог переиграть и уничтожить в дебатах учителя в истории возникновения христианства, чем он и занимался в младшей школе. Собственно, ему школа по этой причине стала неинтересна. И он ее перерос очень быстро в плане успеваемости. Даже был один интересный случай. Лавкрафт увлекался с детства астрологией и писал уже с 7 лет в журналы, которые издавали передовые новости в изучении астрономии. Был в Америке какой-то главный крендель в изданиях этих журналов, и Лавкрафт написал туда то ли эссе, то ли еще какую-то корреспондентскую работу в этом направлении. И его опубликовали в журнале. В школе по урокам астрономии, видимо, дали домашнее задание. Лавкрафт использовал свою работу, которую опубликовал в качестве хомворк. Эта учительница не поверила ему и сказала, что это не мог написать Лавкрафт. На следующий день он принес этот журнал со своей статьей. Под колонкой текста была имя и фамилия Лавкрафта. Какая была реакция эта учительница? История умалчивает. Лавкрафт был типичный американец, но его корни были в Англии, в каком-то старом роду. Он всегда этим кичился и доказывал всем, что он высших коровей. Собственно, ирония заключается в том, что родословная она была реально из древних сословий. Но это уже обнаружили биографы, реальную ветку его семьи. При жизни Лавкрафт составил свою ветку, но он это сделал неправильно. Так как в допотопное время сраные бумаги кочевали не так, как это делают файлы в браузерах и папках. То есть он мог это перепутать и оказаться обычным додиком. Что говорит о его заниженной самооценке. Он был крайне интеллигентный, сдержанный и робкий. Но уповал он на то, что он джентльмен, прямо так себя и называл. У джентльменов уже не было несколько сотен лет. Это то же самое, что сейчас русский человек будет называть себя боярином. Но он полностью подходил под это описание. В реальной жизни у джентльменов были кредо, манеры и принципы. Так, например, всю жизнь он прожил без денег и умер в нищете, якобы чуя из денег. Так, джентльмены действительно никогда не думали о деньгах и не следовали корыстным целям по типу написать рассказ или стихотворение, чтобы заработать. Лавкрафт подходил под это определение. Но по факту нищим он остался по неволе. А джентльмены не нуждались в деньгах, они у них были в достатке и они о них не думали. Он никогда не употреблял ни нормативную лексику, не пил спиртное, не курил табак. Но один раз на каком-то празднике жизни ему дали выпить пунша с алкоголем. Но он не знал, что туда намешали алкоголь. И во время какой-то беседы он позволил себе сказать собачье дерьмо. Про более серьезные ругательства история умалчивает. Самый большой стереотип заключается в том, что его родители умерли от одной и той же болезни психической, психбольницы. Что делает Лавкрафта более загадочным и окутанным тайной. И его мрачную жизнь это окутывает тайной такой ореолом. Да, это действительно так. Его родители умерли в одном дурдоме с разницей 8 лет. Мистика, загадка, пророчество, все гораздо проще. Папа Лавкрафта был камевояжером, а мама домохозяйкой. Папа умирал от симптоматики, которая сейчас подходит под сифилис. Его мама через 8 лет тоже умерла от таких же болячек. В книге более подробно написаны названия симптомов и их описания. То есть папа нагулял мандовошек и заразил маму. В то время, 100 лет назад, медицина еще не была на таком уровне, чтобы обнаружить этот вирус как сифилис. То есть, например, сдать анализ крови. Его дядя, родной брат папы, умер от такой же симптоматики. Лавкрафту по этой части ничего не досталось. Сам Лавкрафт умер от рака кишечника в возрасте 46 лет. Причиной может быть как генетика, так и диета. Не доедал он исторически годами, десятилетиями. Так как он работал литературным негром, в кавычках, за гроши. За варварские гроши. На которые он был согласен. Иногда журналы оплачивали гонорары по его работам. То есть, его рацион составлял банки бобов, кофе, бутерброды и какая-то мелочь. Опухоль можно было остановить на начальной стадии, если бы Лавкрафт обратился к врачу. Но он этого не делал. В начале он думал, что просто простудился. В конце жизни на смертном одре он был под воздействием морфия, который ему не помогал. Но канул в лето он мужественно, не жалуясь на жизнь, как и подобает джентльмена. Еще интересный факт. Самый интересный заключается в том, что он не дожил до своего успеха. Он был уважаемый человек в своей локальной тусовке. Но тогда даже такого понятия, как научная фантастика, не было. То есть, там, где он публиковался, это была писанина уровня Б. Это было понятие бульварного чтива, журналы, которые продают на заправках, кивосках, либо их читает Школота лет до 15. Кануфлету он изменил не просто свой литературный кружок по интересам, не просто бульварное чтиво, не просто литературу ужасов. Не просто американскую историю ужасов. Он изменил в целом мир искусства. Затесался в кинематографе и литературе. Его начали изучать по литературе в каких-то заданиях в школе уже в 70-е. Короче, там немыслимые фичи он поймал после того, как его триумф возрастал с годами. Не без помощи его пиара друзей по переписке. Просто безработный, холостой одиночка, который сводил едва концы с концами. Даже школы не закончил. Устал писать, в общем, такие дела. Ну, далее я зачитаю его мысли, выдержки какие-то из писем. Например, вот он писал, что про искусство. Цитирую. Искусство уничтожено абсолютным осознанием Вселенной, который показывает, что для каждого человека мир всего лишь мусорная куча нарисована его индивидуальным восприятием. Его можно спасти, если получится, с помощью следующего, последнего этапа крушения иллюзий. Понимание, что абсолютное сознание и истина сами по себе бесполезны. И для получения настоящего художественного удовольствия нам нужно искусственным образом придумать ограничение сознания и подстраиваться под образ жизни общий для всего человечества. То есть тот, который мы усвоили вместе с древними традициями, раз источник всей радости и энтузиазма заключается в удивлении и в неведении. Мы готовы сыграть в старую игру под названием «Жмурки» с насмехающимися атомами и электронами на опрасной бесконечности. Следующие его мысли зачитаю. Цитирую. «Умный пуританин – такой же глупец, как и противник пуритан. Однако только к пуританскому образу жизни можно относиться с искренним уважением. Я не стану преклоняться перед человеком, если он не живет скромно и воздержанно. Возможно, я его стерплю. Или он мне даже понравится. Возможно, я признаю его равным мне по социальному статусу, как, например, признал Каларка Эштона Смита, Мартониуса, Клянера и других. Но в глубине души продолжу считать его низшим по положению, где-то на уровне амебы и неандертальца. А иногда не смогу скрыть снисходительности и ироничного презрения, даже если он превосходит меня умом и возвышенностью художественных взглядов». Вот такие вот мысли были, немножко такие гордые. Так сказать, воинствующие, с тем, что ему не нравилось никогда. Вот, это много говорит о характере Лавкрафта. Ну, далее, зачитаю следующее, следующие мысли его. Цитирую. Единственная форма литературного повествования, которую я считаю совершенно необоснованной, шарлатанской, бесполезной, а также поверхностной, неискренней, неуместной и бессмысленной, это отображение событий человеческих ценностей и мотивов в романтическом колюче. Дюма, Скотт, Стивенсон. Бог ты мой, это же чистой воды ребячества. Они помещают выдуманные отношения, интересы и события в запутанную и искаженную атмосферу, которая не имеет никакого отношения к настоящим мыслям, чувствам, переживаниям развитого взрослого человека. Ну, здесь просто вкусовщина, потому что Лавкрафт, повторюсь, не работал, не жил социальной жизнью, жил где-то за шкафом, в комнате, в кладовочке. Можно много об этом реально рассуждать на несколько часов, но, естественно, сейчас не будем об этом, и зачитаю сразу следующую цитату. «Я не могу писать про обычных людей, так как они меня нисколько не интересуют, а без интереса искусства не существует. Человеческие отношения не захватывают мое воображение, а вот отношения человека со Вселенной, с неизвестным, пробуждают во мне искру вдохновения. «Я не способен принять гумано-центричную позицию, поскольку я не настолько ограничен, чтобы придавать огромные значения Земле, пренебрегая бескрайним космосом». Далее прочитаю вот его цитату из письма. Опять же, это все цитаты из писем, общение с друзьями, с какими-то, которые сохранились. Его мысли во время того, как он находился в Нью-Йорке, ну, крайне, крайне, какие-то, так сказать, нездержанные, мрачные. Ну, далее цитирую. «По-моему, в целом я научился различать одежду, подходящую для джентльмена, от той, которая ему не подходит. А отточил я это умение, глядя на мерзкие грязные толпы, наводнящие улицы Нью-Йорка. Их одеяние настолько разительно отличается от настоящих людей, прогуливающихся по Angel Street, Butler Avenue или Elm Grove Avenue, что сразу ощущаешь страшную тоску по дому и готов с жадностью наброситься на любого джентльмена, одетого приличной и со вкусом по моде бульвара Blackstone, а не в стиле Бора Холл или Адской Кухни. Ну, это районы в Нью-Йорке. Будь оно проклято, я либо оденусь в лучших традициях провиденса, либо накину чертов халат. Определенный покрой, лацканов, текстура и посадка говорят сами за себя. Забавно, что некоторые из этих вульгарных молодых болванов и иностранцев тратят целое состояние на дорогую одежду, считая это признаком достойного похвалы вкуса, когда в действительности они заслуживают лишь порицания, как социальной, так и с эстетической точки зрения. Им не хватает только табличек с кричащими надписями «Я необразованная деревенщина», «Я помойная крыса-полукровка» или «Неотесанный мужлан с дурным вкусом». Здесь его ксенофобия, расизм расцвели в крайнем состоянии, возбужденном и нетерпимом. То есть, Angel Street, Butler Avenue, это в его Провиденсе, он сравнивает себя джентльменов с Провиденсе, мол, необразованных таких людей из Нью-Йорка. Вот далее еще такую цитату его. «Население Нью-Йорка – это стадо полукровок, среди которых особенно выделяется численностью отвратительные монголоидные евреи и со временем так называемо «Устаешь от этих грубых лиц и дурных манер, что хочется врезать каждому из чертовых ублюдков, что попадаются на глаза». Следующая его вырезка, цитирую. «Основная причина заключается в том, что нынешнее поколение руководящих людей достаточно возрастное, и поэтому еще в детстве их психика, вероятно, была искалечена традиционным воспитанием на основе ложных верований. Чувства этих людей искажены навсегда, поскольку их приучили считать нереально реальным и активно хвататься за любое оправдание веры. Они с негодованием относятся к объективным фактам о вселенной, ведь с раннего возраста эти люди привыкли к жизненным ценностям и установкам из сказок. Поэтому, как только в положительном знании возникает некая неуверенность, они жадно цепляются за эту лазейку, как за повод возродить умиротворящее знакомые предрассудки. Также многие приписывают нынешние обескураживающие изменения в общественном и культурном порядке упадку атеистических верований, и в связи с этим используют любую возможность для укрепления позиций безмятежной и устойчивой религиозной системы. При этом не обязательно сами в нее верят. Еще одна причина. Некоторые люди привыкли размышлять в категориях неоднозначных, напыщенных и поверхностных эмоций. Следовательно, им трудно представить обозличенный космос таким, какой он есть. Любая система кажется им невероятной, если не соответствовать ложному чувству важности, искусственному набору смысловых ценностей и представлениям о псевдочудесах, основанных на произвольных и воображаемых критериях норм и причинно-следственных связей. Здесь вот можно увидеть, как Лавкрафт бредит космосом. Все что угодно, лишь бы уйти от реальности. Вот у меня такие ощущения возникают. Далее я приведу цитату, которая вот такие. Друг по переписке описывал его. В тот момент, когда он жил в каких-то самых плохих условиях, в какой-то комнате без окон, вентиляции, цитирую, Он был высоким, с лицом желтовато-болезненного цвета, при этом очень вежливый. Глаза темные и блестящие. Не знаю, связано ли звучит подобное описание, однако именно такое мнение у меня о нем сложилось. Как о полном жизни человеке. Мы сразу же подружились на Барнс-стрит. Десять. Если не ошибаюсь, он жил на первом этаже. В комнате не было окон, освещение только искусственное. Помню, однажды я зашел к нему, стояли холода, в комнате было душно и очень пыльно. Он никому не разрешал вытирать пыль, особенно с книг. Постельное белье, говорит, говорить об этом крайне неловко, выглядело несвежим. Из съестного у него имелся лишь кусок сыра. Аскетично жил. Мягко говоря, аскетично питался со своими психологическими проблемами. Далее процитирую следующую цитату. Да, я был закостенелым, то ли лишь попросту из консерватизма и привязанности ко всему старинному, а еще потому, что не утруждался подобающим образом поразмыслить об экономике, обществе и будущем. Депрессия обнажила столько экономических, финансовых и политических проблем, что я будто вскочил от долгого сна и вынужденно взглянул на прошлое через призму холодного рационализма. Но я и болван все-таки, с какой забавой высмеивал либералов. Они между тем жили днем сегодняшним, когда я вчерашним. У них научный метод, у меня романтическое ретроградство. Наконец-то приоткрылась суть капитализма. Когда капитал сгребается кликой, а народ бедствует и идти на реформы вынуждает только пиковый градус недовольства. Ну, я процитирую его слова отчаяния. Я, к сожалению, не помню, в какой момент в жизни он это писал, но тем не менее. Совершенно уверен, мне не под силу внятно донести, почему я до сих пор не покончил с собой, что, так сказать, искупает мое в основном тягостное существование и причины кроются в архитектуре и пейзаже, свете и атмосферных условиях. Облекаются формы азартного предвкушения вкупе с неуловимыми воспоминаниями. Чувства, будто определенные образы, особенно связанные с закатами, лежат на подступах к месту или состоянию преисполненному неопределенных счастья и свободы, которые я уже постигал в прошлом и, возможно, постигнул в будущем. В чем именно заключаются эти счастья и свободы, что я хоть отдаленно собой представляю? Я не выражу и подулом пистолета, лишь что они, судя по всему, обещают раздвинуть рамки и придать динамизма и усилить проницательность, чтобы мне открылось и стало постижимо красоты во всех ее направлениях. Добавлю, что это заведомо подразумевает покорение времени, пространства, материи и энергии, а точнее мою непосредственную свободу от этих законов, чтобы я браздил вселенные в невидимом бесплотном обличии, неподвластной физическим порядкам и ограничениям. Согласен, чепуха. Чепуха для всех, кому случайно по жизни не достались идентичные пристрастия, чувства и образы. Вот такие вот такой внутренний мир он раскрывает свою картину мира необычную, мягко говоря. Далее также вырезка из письма, который раскрывает его внутренний мир. Цитирую. Мало на свете бездари и гримы, которых ваш покорный не выносит больше себя самого, мало у меня знакомых чьи ожидания раз за разом терпят крах, у кого еще меньше света в жизни, любая способность которую я хотел бы иметь у меня отсутствует. Если за 10 лет я не начну получать хотя бы по 10 долларов в неделю, то о книгах, картинах, мебели и всем, что еще наполняет мою жизнь, смыслом можно забыть. Тогда я закончу делаться анидом. В в кавычках хандру в последние годы меня повергает растущее разочарование в своих работах. Едкая критика серьезно подорвала мою творческую уверенность в себе. Все сложно, бесспорно. Дедуля не из тех, кто заряжает задором. Дедуля он называл самого себя. Далее вот небольшую такую тоже цитату его про счастье. Безусловно, настоящее счастье это редкое приходящее явление, но если не стремиться к этому речудливому идеалу, зачастую можно в сносной мере проникнуться умиротворением. Истинно люди и успехи уходят в прошлые годы, берут свои перспективы и иссякают, цели мельчают, однако всегда был и будет в мире практически неиссякаемый запас подлинной красоты простора для любопытства и драмы. Дальше вот процитирую его такие откровения небольшие. Между тем я нахожу отраду в литературе, путешествиях, когда могу путешествовать в философии, искусстве, истории, старине, визуальной эстетике, науке и не только, а также в жалких творческих потугах, читай в сочинении фантастики, и ложной вере, будто я хоть на что-то способен. Я не заламываю рук в пагубно романтической тоске, я всего лишь пожимаю плечами, я принимаю неизбежно и плыву по течению в идеале безболезненно. Жизнь у меня все равно лучше многих, в ней хотя бы есть чему радоваться, тем не менее, она наверняка в тысячу раз угрумнее вашей. Суть моего нравоучения в том, что если уж меня анализ и философия привели к сравнительной гармонии с собой, куда менее неполноценному они помогут цитату, которая вызывает в нем же самом сомнение насчет превосходства нордической расы, мифической, арийской расы, которая уже сыпалась под конец жизни и вот эта вот инфекция под названием расизм, превосходство белой расы, она уже рассасывалась в нем цитирую антропология не наделяет нордов эволюционным превосходством перед другими европеоидами и монголоидами строго говоря среди земноморской расы считается более одухотворенные осеминские группы отличаются остротой и величием интеллекта вполне вероятно эстетический потенциал есть и у монголов как и приемлемые философские установки в чем же тогда превосходство нордизма объяснение простое в своей основе наша культура нордической корни наших национальных стандартов взглядов обычаи воспоминаний инстинктов характерных физических моральных черт столь проникнуты скандинавскими веяниями что иные уклады не идут нашей конвея мы не против французов во Франции вебеки но как можно приходить к нам насаждать свои оплоты вроде сокета и фолл ривер факт остается фактом культурные течения настолько уникальное подсознательное предпочтение антипатии инстинкты оценки и т.д. и т.п. так переплетены с физическими историческими расовыми аспектами что лишь пустые теоретики не придадут этому значению вот такие вот взгляды его были в начале жизни они конечно были более резкими резкими к концу жизни они смягчились и он в принципе от них уже практически отказывался насколько я понял ну и в целом он признал себя проигравшим перед этой игрой которая называется жизнь я повторюсь он ушел в 46 лет непризнанным очень трагическая судьба очень драматическая я очень люблю его творчество вот если вам понравился этот подкаст ставьте лайк спасибо за внимание подпишем 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 Продолжение следует...